Мораль – это вещь вообще такая достаточно, мораль, нравственность – это вещи очень субъективные. И, наверное, сколько людей, столько и мнений, и столько и морали, и столько и наборов жизненных принципов. Ну, наверное, хотелось бы как минимум люди, которые осмеливаются говорить о морали, то есть, соответственно, высказывать свое субъективное мнение относительно каких-то вопросов моральных и нравственных, были в какой-то степени примерами вот той самой морали, если хотите. Потому что, ну как сказать, мораль меняется, и нравственность претерпевает постоянно какие-то изменения. То есть, все это подвижно очень в развитии. Мы, например, за последние 25 лет очень сильно сменили огромное количество ориентиров. И то, что было моралью, и то, что было нравственно или безнравственно при советской власти, совершенно изменилось спустя несколько лет. И результатом этого явилось огромное количество трагедий человеческих. Огромное количество человеческих трагедий. То есть, дети перестали уважать своих родителей, например, потому что посчитали, что их жизнь была прожита зря, в каком-то неправильном режиме. Что они защищали совершенно ложные какие-то принципы, ложные ценности. Что, скажем, война в Афганистане, например, это была позорная и постыдная страница в нашей жизни. Совершенно забывая про то, что огромное количество людей отдали свою жизнь, не вдаваясь в подробности морали или не морали, нравственности, безнравственности этой войны, просто выполняли свой долг. Отдали свои жизни, отдали свое здоровье, потеряли руки, ноги, были ранены, обгорели. Соответственно, все их семьи, родные, близкие люди тоже пострадали косвенно от этого всего. Вот, ну, как один из примеров. Нашей моралью в начале 90-х было отсутствие морали. Молодые люди стремились попасть в преступные группировки для того, чтобы зарабатывать легкий рубль, да, или там, легкий доллар тогда. Вот девушки, многие совершенно искренне говорили о том, что самая лучшая профессия – это профессия на панели, и это было как ценность. Вот, потом ценности сменились немножечко. Моралью стало, например, зарабатывание денег, да, моралью стала такая почти что, ну, такая извращенная протестантская теория, что, значит, если ты богатый и успешный, то Бог тебя любит, а если ты бедный и неуспешный, то это знак от Бога, что он тебя ненавидит, и что ты лузер, да, лузер, я им... Это вообще очень такая американская мораль. Вот, поэтому, мне кажется, что с этим надо очень осторожно вообще обращаться с этими вещами. Да, конечно, высказывать свое мнение человек имеет право, и кто-то его слушает, кто-то не слушает, но, в общем, это непростая штука, это достаточно опасно, и есть лидеры общественного мнения, и к этим лидерам общественного мнения надо очень внимательно вообще на самом деле прислушиваться. Вернее, не внимательно, а очень критически, да, не то, чтобы внимательно слушать их и впитывать это все, а, в общем-то, это надо подвергать очень большому сомнению, Потому что объективности нет в мире. Нет объективности. Есть в лучшем случае интерсубъективное мнение. То есть вот мы, коммунисты, договорились, что капитализм – это плохо. Или мы, капиталисты, договорились, что коммунизм – это плохо. Но это не объективно. Это просто мнение определенной группы людей. Она может быть очень большой, она может быть маленькой, но это всего лишь интерсубъективное мнение.